Сыновья фронтовика много лет искали данные об утерянной награде. Это стало возможным благодаря сайту память народа, где опубликованы материалы о каждом солдате, который ценой собственной жизни отстоял Отечество. Отец рассказывал, что его представили к награде после войны. То есть 17-25 апреля он был ранен тяжело. Попал в госпиталь, долго лечился и после этого видно было ему уже не досуг искать. А после войны, наверное, как все ветераны, трудно было найти запросы посылать. Это как-то подзабылось. А у меня в памяти это осталось. И когда создали сайт память народа или подвиг народа, я буквально с первых оснований этого сайта периодически все время просматривал. Вручение подобных наград всегда происходит в торжественной обстановке. В поисках и восстановлении документов участвуют не только родственники военнослужащих, но и специалисты военкомата. На сегодня, наверное, вот эта победа, фронтовики, их мужество и героизм – это наше знамя, знамя единства нашего государства. Это знамя нашей борьбы за целостность нашей страны, за ее самобытность, за ее будущее. Поэтому вот именно в такие моменты, когда я прикасаюсь к подвигу этих людей, испытываешь просто бесконечное волнение и гордость. Орден Красной Звезды вручен семье героя. Он будет передаваться из поколения в поколение. Это память о подвиге великого народа. Эта награда должна, прежде всего, лежать в семье и переходить от поколения в поколение. Для того, чтобы память о той Великой войне, о страшной войне, она никогда не забывалась. Весь наш народ, он, конечно, отстоял. И трагические дни, которые были во время Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства, оно показало то мужество, ту преданность советскому государству, которые наши ветераны, наши отцы и деды пронесли по своей жизни. Они до сегодняшнего дня – это эталон, на который надо равняться, потому что у них убеждение одно – любить, защищать свое Отечество. Поиск наград продолжается. Еще немало пустых страниц современной военной истории. И каждая будет заполнена. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.